Всем привет-привет, с вами Флэшка, и это Женские Игры, и мы продолжаем рубрику по списку. Уже страшные звуки начинаются. И у меня на очереди Амнезия, The Dark Distant. В общем, это хоррор. Сколько раз я не говорила на стримах, что хоррор это не мое, что играть я в них не буду, но так как это по списку, это по списку, идем, все что есть, и как бы алфавит нам подсунул вот такой вот сюрприз в виде Амнезии. Ну что ж, вам сказать, игра достаточно старая, даже старше Алисы, то есть она 10-го года. Запустите настроить, мне ее было немножечко сложновато, потому что я не сильно испец во всех этих штучках. Я люблю, когда вот зашел в стиме, нажал кнопочку играть, и играешь, а вот все остальные манипуляции мне совершенно неинтересны. Но все же, отзывы об игре крайне положительные, то есть любители атмосферы, вот всяких таких штучек, очень и очень ею довольны. Я же этой игре дам ровно час, ровно час, и посмотрю, насколько она сможет меня затянуть и понравиться мне, то есть крайнему нелюбителю играть в такие игры. Замечу, что смотреть такие игры я безумно люблю. Я очень люблю, как кто-то играет в хорроры, Но самой играть нет в Вольке. А перед началом, то есть стартовый экран, который, кстати, не повторился при второй загрузке, когда я уже настроила видео, там краткие рекомендации, потому что лучше играть в темной комнате, в наушниках, и вообще, как бы ночью, и суть игры не в победе, а в погружении и ощущениях. То есть не стоит гнаться за окончаниями игры, а лучше растягивать удовольствие. Сколько здесь часов геймплея и т.д. и т.п., я вообще не в курсе. Я создала профиль, новая игра, да, и попытаемся выжить в этом, только независимый, пожалуйста. Судя из названия. Вот такое жутковатое начало. Судя из названия, мы потеряли память. Это логично. Игра называется Амнезия все-таки. Мы в каком-то замке, скорее всего, заброшенном. Замок с привидениями. Все. Я уже могу двигаться. Итак, в диалоге говорилось, что его зовут Дэниел, он из Лондона живет, как он сомневается немножко, в Мэйфере, и он должен остановить его. Кого-то его он не должен забыть. Так. У нас есть журнал, notes, киарис, дайрис, может, может, дайрис, и моментус. Скорее всего, хорошо, нет никаких дневников, нет записок. Нам надо найти источник жидкости. Хорошо. Хорошо. Источник жидкости. Этой, что ли, жидкости? Непонятно. Непонятно. Водичка. Душ. Освежающий. Освежающий душ. Ну, как бы, движения логично понятны, но если бы я вообще не играла ни в какие игры, то можно было бы напомнить мне, что ходить по ВАЗду, управлять камерой, мышей, и вот у нас что-то здесь наводится. Левый клик? Нет. Держать левый клик и двигать мышкой. Правым кликом. Правым кликом можно что-то отбрасывать. И... А, вот. Мышей двигаю. Все, открыли дверь. Интересно. Интересно. Замок заброшенный. Это уже интересно. Знаете, а мне немножечко вот каменная кладка до и тп напоминает то ли Скайрим, то ли Ведьмака. Напоминает ей. Ни в то, ни в то не играла, но смотрела. Мы можем это взять. Мы взяли... А... Но я этим стулом не могу сбросить свечу со стола. Короче, свеча. Свеча просто... Нет. Но я могу бросать стулом. Хорошо. Еще в подсказках мне в начале игры мне сказали не пытайтесь драться с врагами. С врагами. Я не буду здесь зажигать. Смысл я не вижу здесь зажигать свечи. Тем более, что вот эти штуковины расходуются, да. Она у меня одна. И... Это что? Это здоровье. Это мой разум. Почему-то здоровье похоже на дохлую курицу. Извините меня, но это не очень на сердце похоже. Или похоже. Я не доктор. Я не доктор, но как-то странно выглядит. О, еще свеча. Нет, я не буду зажигать. Разбейте. А я могу шторки развязать? Нет, не могу. То есть физика в игре присутствует. Ну, как бы на десятый год это вообще шикардосненько. Фетерок. Е, я понимаю, что большую часть, большую часть, что ты дышала, это мое дыхание или что? Большую часть атмосферы я теряю из-за того, что я играю ранним утром. Но, извините, это единственное время, когда я могу себе позволить записать что-то такого плана. Здесь свечи, здесь свечи. Ну, замок такой, как бы из-за... Че, че? Эй, эй, чувак. Че с тобой? Плохо? Смотрите, ему было плохо. А, вот это Liquid Trails. Так бы и сказали, иди за кровью. Хотя, это не похоже на кровь, это какой-то малиновый смузи. Дверь. Большая, большая дверь. Нет? Я просто потрогала, и что-то произошло. Больше мне не дают ее потрогать. Хотя бы поглажу. Хорошая дверь, хорошая. Так, ну что ж, пошли сюда. Шкаф. Я хочу сюда. Идем. И, закройся. Закро... Зак... Ты закрылась или нет? Я что-то вообще не понимаю, что происходит. Да закройся ты! ну хорошо не дает мне спрятаться у нас еще есть зажигалочка для свечки отлично интересно сколько раз я успею умереть за один час здесь вообще умирают не думаю что умирают как бы если мне говорят что не стоит драться с врагами самом начале о метла нет не стирается следы ведут туда но у нас есть еще еще здесь дверь знаете теперь меня пугает каждый звук мне не нравится мне не нравится то что то что меня постоянно пытаются испугать хотя я ярый но я уже говорила что я люблю смотреть игры хорроры и я очень люблю правым кликом бросать воруй убивай и я очень люблю сами ужастики причем ужастики такие более печечка ужастики такие более как бы вам сказать где есть что-то сверхъестественное вот такого плана что-то необъяснимое не непостижимое стул а в огонь в огонь не какие-то стулья хотела сказать деревянные но они такие деревянные в смысле очень крепкие хотя в некоторых играх стулья слишком хрупкие то есть вот действительно если я свой стул вот так брошу он он тоже не разлетится я не знаю как надо долбануть стулом или какой это должен быть стук смотрите картина прикольная можно немножечко поднять свой уровень здание не ну прикольные картины ну что ж пойдем пойдем по следам и так левый хорошо хорошо я вот не понимаю зачем свечи зажигать объяснили бы я собираю эти зажигалки надо ли всех зажигать следы следы тень тень там следы и тень мне мне удирать или идти то есть в реальной жизни я бы удирала в противоположную сторону но так как эта игра мне интересно что то но там ничего нет но спиной лучше не оборачиваться кстати это же одно одно из правил такое такое есть у меня по жизни я жутко боюсь темноты серьезно и иногда ночью бывает что я как маленький ребенок и бегу из ванной комнаты просто и впрыгиваю в кровать под одеяло черт ой как плохо ой как плохо ой 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 что 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 про верните мне управление над камерой эй 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 это страшно это страшно меня накрыло немножечко я не понимаю чего его видимо накачали чем-то серьезно знаете такой коридор дайте что-то полутать ну серьезно хорроры хоррором давайте казуальщикам таким как я дайте немножечко пищи дверь сама открылась в комнате разгром то есть здесь что-то произошло дверь сама открылась 22 комнаты у нас есть темный чулан очень темный чулан чёрт как страшно но я все равно лезу в этот чуть темный темный чулан что шуршит будто кто-то кого-то грызет что за звуки то я вам что могу шкаф взять это я его могу открыть там ничего нету такой перевернутый шкаф он больше на грубих похож серьезно теперь у нас есть тоже два варианта либо вот туда там все поломано либо вот туда но это такой очевидный путь то есть давайте сначала сходим в неочевидный рубашечка белая лучше бы смирительная лучше бы смирительная я бы села себя связала и говорила нас вылечит и тебя вылечит и меня вылечит так мурашки по коже уже есть я наверное вам мешаю вникать в атмосферу своим беспрерывным болтанием но ёшкин кот старый архив это как бы другая а могу я вернуться я хочу вот в ту комнату вернуться про и не холл давайте вернемся а я не могу теперь верну а чё так вообще не прикольно я хочу вернуться чёрт чёрт одну комнату там не осмотрела книжки валяются книжки валяются ай 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 удирать 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 как бы свидетельство каких-то плохих плохих этих событий забирает ваш ваш рассудок немножко да зажгите зажгите огни чтобы вам полегчало хорошо вот теперь уже есть смысл зажигалках еще бы видеть что что жечь но зажигалки расходуются ну блин страшно так как черт где 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 факел где факел здесь факел немножко лучше лучше легкая головная боль легкая головная боль почему я не могу пособирать книжки ай так так тараканы фу 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 ау нету так это меня накрывает понятно давайте заберем эти штучки Вы слышите? Ёлки-палки, как же страшно! Где еще факела есть? Что можно зажечь? Так, здесь дверь. Свет в окошке. Свет в окошке это хорошо. Свет в окошке это очень хорошо. Отдай! Отдай фонарик! Лонтерн фонарик мы подобрали. Его надо наполнить маслом. То есть пока он наполнен маслом, мы его можем использовать. Ф Достать и спрятать фонарик, это у нас F. Хорошо. А здесь какой-то бак в освещении, потому что... Что горит? Где горит? Там что-то за стенкой горит. Причем очень интенсивненько так горит, что даже через стену видно. О, я могу прыгать! Смотрите-ка! Я могу прыгать, могу взять горшок и... Бросить его! Да, это я могу. Это я могу. Я могу также бросить стулом. Фонарики! Ой, у меня зажигалочек уже не осталось практически. Открывайся. Пройдем и так. Опять-то-то-то-то-то-то страшно-то как. Печка. Открыть я могу печку. И что? Давайте спрячем фонарик. Здесь и так достаточно светло. Я могу бросить ящички. Нет, не ломаются, к сожалению. Не ломаются. Откроем. Откроем. О, светлячок. А это что? Это ковер. Отлично. Только ковра мне здесь не хватало. Так, дайте еще зажигалок. Серьезно. Серьезно, мужики, дайте зажигалок. Галок-зажигалок. Что-то маловато их. То есть темных мест очень много, а зажигалок мало. В эту сторону. Блин, одни двери от себя открываются, другие... А? Что? Что? Нет. Нет. Уйдите от меня. Уйдите от меня. Что происходит? У меня есть свеча. У меня есть свеча. 19 августа, 1839. Я желаю, чтобы я спросил, как много вы помните. Я не знаю, если будет ничего осталось, после того, чтобы я consumил эту пинку. Не волнуйся, Daniel. Я не могу сказать вам, но знайте это. Я выбираюсь забыть. Попробуйте найти комфорт и структуру в этом факте. Есть уроки. Это мой последний effort, чтобы сделать все право. Богу, что название Александра Браненбург still invokes bitter anger в вас. Если не, это будет звучать ужасно. Возьмите в Инна Санкт-Петербург. Возьмите Александра и уберите его. Его тело-зида и слабо, и ваша, молода и сильная. Он не будет отличаться для вас. Даня Санкт-Петербург. Итак, у нас есть цель. Я масло подобрала. У нас есть цель. Нам надо убить Александра. Еще есть какая-то тень. Это осколки. Есть еще какая-то тень, от которой лучше убегать, а не драться с ней. И еще мы сами это сделали. То есть, он сам выбрал забыть. Видимо, чтобы воспоминания ему не мешали в процессе того, что он собирается сделать. И здесь был какой-то, какая-то фигня, куда я хотела еще сходить. А, дальше по коридору. Блин, жутковато, жутковато. Скорее всего, если нас предупредили о тени, то сейчас мы с ней и встретимся. А куда дальше-то идти? Что-то где-то стучит. Назад, что ли, возвращаться? Через ту большую дверь? Здесь мы были. Там прохода нет. Вот дверь. Нас пустят обратно? А куда идти? Я что-то не совсем понимаю, куда идти. Хорошо, здесь прохода нет. Что-то шкребется где-то. Здесь прохода нет. А в этой комнате как бы показывают, что там за стенкой что-то горит. Но здесь нет за стенкой ничего. Здесь за стенкой коридор. А, здесь, скорее всего, факел через стену горит. Понятно, понятно. А как пробраться-то? Друзяшки, ребятяшки. Нет, ну этот обвал я точно не разберу. Я же хрупкая, испуганная женщина. Даже если меня зовут Дэнни. Еще один перевернутый шкаф. Я, видимо, что-то где-то пропустила. И я не понимаю, как пройти дальше. Здесь опять-таки обвал. Здесь не пройти. Здесь тоже нет никаких альтернативных путей. Ну и эта комната тупичковая. Или нет? Ну вот, собственно, и момент, на котором я застряну, да? Ха! О-о-о-о! Ах, вот как! Ах, вот так вот, да? Ау-ау-ау! У меня... У меня... У меня... У меня... У меня масло. Мы использовали масло. Хорошо. Хорошо. Есть! Камни мне предлагают его убить. Я вернулась в холл. Отлично. Здесь хотя бы немножко посветлее. Почему замок такой разваленный? Нам надо идти. То есть, он знаком все-таки с этим Александром, да? И нам стоит спуститься сюда. Давайте обыщем пока что вверх. Потому что... Потому что мне интересно... Мне интересно посмотреть... Ну, как бы... Нас не... Голоса. Отлично. Отлично. Только голосов нам не хватало. Заколоченная дверь. Хорошо. Заколоченная. Так, заколоченная. Я здесь порыскаю. Здесь засыпало все. Звуки страшные. Да жути. Табуляриум. Это обратно в архив, что ли, да? Да? О, я сейчас опять не смогу вернуться. Я могу вернуться? Фух. О, я могу вернуться. Отлично. Давайте все-таки сделаем то, что от нас просят. А здесь заколоченная дверь. Мне кажется, или в закол... О! А я не зря сюда пришла. Надо еще под ноги... Под ноги смотреть. Я думала, что только на всяческих полочках можно найти зажигалки. Ноп. Смотрите под ноги. А если я упаду, я убьюсь? Нет. Не сильно. Не сильно. Хорошо. Тогда... Я могу бросать камни. Не все. Но могу. О, масло. Масло и зажигалочка. Отлично. Как же мне нравятся красиво заполненные книжные полки. Пять тараканы. Они мне опять кажутся? Или... Или они действительно здесь? Откуда здесь быть тараканом, если здесь никто не живет? Чем они питаются? Ну, хотя они могут жить по 2-3 недели без пищи. Но все же, чем питаются они здесь, если здесь вообще никто не живет? Так. Хорошая привычка у меня посмотреть по углам. Есть какие-то знаки на этом. Крестик и герб. Орел, но все-таки одноглавый. Картина криво висит. Непорядок. И большая дверь. Нет. А вот это уже глюки, да? Такие порядочные глюки. Или же так действительно происходит? А давайте в тараканам стулом побросаем, нет? Пил. Че ты не можешь бросить стул? Пил. Можешь. Но как бы тараканам пофигу. Это знаете, как с базуки по воробьям. Так, сюда сходили, наверх сходили. Давайте еще вот сюда сходим. И тогда будем уже спускаться вниз. Знаете, хотелось бы на протяжении этого часа встретить. Еще хотя бы одного врага и разочек умереть. Посмотреть, как это происходит. И чем это чревато. Так, это погреб. Скорее всего, это будет подгрузка локации. Не пойдем туда. Нет. Давайте глянем еще в эту сторону. Это лаборатория. Окей. Значит, у нас на выбор погреб и лаборатория. Тогда в погреб. Винца-ца-ца-ца-ца-ца. Можно там и засесть. И, короче, уже дальше никуда не ходить. А-а-а. Нам нужен ключ. Окей-докей. Правильно. Винцо надо держать под замком. А, вот лаборатория открыта. Хорошо. И здесь у меня сразу начинает колбасить. Сделаем немножечко света. У меня еще четыре зажигалки. Вот здесь можно осветить. А где-то пониже. Спрячь фонарик. Ну что? Да что ты? Сразу тебе так вот плохо. Прям вообще-вообще плохо. Ты взрослый, зрелый мужчина. Хватит бояться. Ой, здесь какая-то трупятина. Так. Что за... Что за звуки? Почему звуки как от змеи? Почему он звучит как змеи? Ну, как бы по законам жанра здесь должны быть все триггеры фобий таких более-менее распространенных. То есть... Это паутина? То есть звуки змей. Очень много людей боится змей. Пауки. Тараканы. Крысы. То есть должна быть вот вся эта нечисть. Если я подойду поближе. Это же паутина, правда? Это паутина. Надо удирать сюда. Вот смелости мне придает только то, что я понимаю, что это игра. Конечно, для полного погружения можно себя убедить, что это не игра, и это все происходит с нами. Но... Я не могу себе этого позволить. Нервные клетки, и они слишком ценные, чтобы вот так их... Так, можно спрятать. О, откроем. Возьмем зажигалочку. Окей. Потратили зажигалочку. Потратили зажигалочку. Нашли зажигалочку. Слушай, ничего нету? О, сундучок есть. А ты не открываешься? А выглядишь, как будто открываешься. Обманчивый сундучок-то какой. О, бумажка. Взяли бумажку. Хорошо. Вентили. А, нам надо собрать какие-то ингредиенты, чтобы что-то сварить. А, мы можем что-то сварить. Очень интересно. Но масло меня интересует больше. О. Масло. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Надо четыре различных химических компонента. С-с-с-с-с-с-с-с-с-секунду. Что нас просят здесь сделать? Просто в записке говорят, что у него закончились его ингредиенты, и... ему надо наварить еще. какой-то купорит и... и вода. Я не знаю, как сюда эти колбы помещать. Но это, видимо, не то, что надо, потому что... потому что оно туда не помещается. Что здесь еще есть? О. Чемистри-код. Отлично. Он подбирает ингредиенты и вот пишет, что пробовал акварегия. И теперь вместо нее попробует аквафортис. И какие-то вообще страшные такие ингредиенты. Но то, что у него получилось очень-очень как бы жестко реагирует на... на ткани. В общем, какой-то безумный химик. Вообще. Вообще. И еще мы стащили chemical pot. В нем что-то хранится, но непонятно, что с ним делать. Видимо, нам надо побольше всяческих штучек собрать. О. А там... Как до тебя добраться? А как до тебя добраться? То есть я тебя вижу, но я не могу тебя достать. Я могу присесть? Как? Нет. О. Я могу... Нет, это обратно. Черт. Страшное такое место. Да здесь все страшное. Суть игры в том, чтобы было страшно. Хорошо. Уходим отсюда. Мухи летают. Тоже одна из хобей. Вот здесь факел есть. Я не буду здесь зажигать уже свет. Я даже не знаю. Видео, наверное, останется таким достаточно длинным. Если вот есть любители игрушки, то потому что и убрать. К сожалению, мы все еще не встретили никаких опасностей. Ну, опасностей в плане... Теперь я смогу... Ну, я ключа не нашла. Скорее всего, не пустят. Мы не встретили никаких опасностей в плане, что нас предупреждали о какой-то тени, но я ее еще не видела, не встречала и даже не понимаю, где вот от нее прятаться. Может, просто убегать или что? Так, мы все практически обыскали. Я вот здесь только под лестницей не смотрела, но здесь ничего нет. Как показала практика, на полу тоже может быть всяческие прикольчики. Ну, пока что из лута здесь только масло и зажигалки для свечек. Я, правда, не понимаю, почему они одноразовые. О, здесь опять-таки эта штуковина. А как ее пройти? И что? Ее нельзя разорвать с помощью рук или инструментов. Что делать? И что делать? Эй! А куда дальше идти-то? Хорошо. Наверху была дверь, которая вела куда-то. Давайте сходим наверх и там позырим, куда эта дверь ведет. Я не хотела в нее входить, потому что она кидает на другую локацию, но теперь как бы деваться-то некуда. Здесь тоже все заброшено. Вот вроде бы замок из таких ровненьких булыжников, а обвалы из каких-то круглых как будто. и так новая локация. Это уже более похоже на какой-то жилой район, так сказать. Давайте, кстати, подольем масло в нашу эту лампочку, потому что здесь страшно. Каталоги, либрирари, древние книжки. Хорошо. Таракасики. О, я могу ящички выдвигать. Задвинься. Пусто. Пусто. Да хоть бы одну зажигалку там положили, честное слово. Я хочу тебя на стол поставить. Поставить, но не бросить. Давайте спрячем фонарик. Здесь свет как бы сверху падает какой-то. А картины-то повторяются. Фи-фи-фи. Уже могли бы каких-то разных накопипастить. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling Продолжение следует... О, наш герой, это же записка нашего героя или кого-то другого, в общем, археологи, и они в поисках могилы матери всего. Очень интересно, а эта паутина была здесь? Блин, вот паутина, вот пауки и паутина это то, что может вывести меня из себя, серьезно. Так, странное, страшное место. Давайте зажгем, чтобы сэкономить немножко, чтобы сэкономить нашу лампу. Там еще какой-то коридор, то есть комната проходная. Интересно, здесь бумаги, здесь бумаги, а на главном столе есть бумажка, которая... Где я видела бумажку, которую можно потрогать вот здесь? То есть одни озвучены, другие нет. Это договор о том, что какой-то Вильям, Вильхельм, Вильхельм, скорее всего, подписывает контракт с Александром, бароном Брандербургским, на три года. И когда контракт закончится, Александр пообещал рекомендовать его услуги прусскому королевскому суду и еще какой-то Black Eagle... Sanctum of the Order. Короче, Черного Орла, что-то там Черного Орла. Окей. Значит, Александр это барон. Скорее всего, барон вот и руководил экспедицией в Египте, скорее всего, да? Пустыня, захоронение и так далее. О, здесь посветлее будет. Это что? Чернильница! И ничего не случилось. Здесь бронированные окна, к сожалению. Так, в какую сторону дверь открывается? В эту. Хорошо. Комната. Камин. Ничегошенький. А, дверь полуоткрытая. Давайте здесь пороемся. То есть, больше нацелено на историю. Пока что. Пока что нам рассказывают историю. Пугать, наверное, будут попозже. Странно, вот тут вроде бы комната не спальня, а здесь что-то делают рубашки. Это очень странно. Я вам скажу. О, здесь можно подвигать ящички. Почему они все... А, хотела, пожалуй, что они все пустые. А нет. Кстати, а в предыдущем кабинете тоже, кажется, были ящички. 17th of May, 1839. И я слышал их странно. Субтитры сделал DimaTorzok Очень интересно, он рассказывает о том, что рассказ графа не сходится с тем, что он увидел. Эта могила намного старше, статуи какие-то странные и вызывают какое-то чувство родства. Так что у него закралось подозрение, что здесь не все так, как рассказывает граф. И вы знаете, мне кажется, я уже заблудилась. То есть я заблудилась в этих коридорах. То есть я могу теперь здесь блуждать вечно. Спасибо. Спасибо за то, что сводите меня с ума. Спасибо. Я вот здесь зажгу и спрячу лампу. Все равно темно как-то. Музыка играет. Слышите это? Музыка. Это реально, это место, в котором очень и очень легко заблудиться теперь. Я могу это взять? Как мне это взять? О, под правильным углом? Ей. И там, в этой печке тоже надо было под правильным углом трогать. Эть, 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 свет, 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 свет. Блин, эти звуки чего-то ползающего, это что-то с чем-то. Серьезно. Серьезно. Там мы были. Так. Здесь тупик, но можно пошарить по ящичкам. Скорее всего, они пустые. И не понимаю, зачем в коридоре комод. Серьезно. Для меня комод это что-то для... О, закрытая дверь. Исторический отдел. О, я могу зажигать еще лампадки. Давайте зажгем, потому что если дверь закрытая, нам сюда еще придется вернуться. Скорее всего. Ну, что ты закрываешься-то? И звук был такой, как будто здесь что-то есть вражески настроенное к нам. Да здесь весь замок, как бы вражески настроенный к нам. А выброситься с окна нельзя? Там темно. А в этой части... Знаете, хочется дважды нажать вперед, чтобы ускориться. Но нет. Очень хочется ускориться. А здесь... Здесь... Здесь что-то есть. Лампочку. Не, ну реально тут лабиринт. Не дом, а лабиринт. То ли я здесь была, то ли... Мне похоже, что была. Да, я вот здесь шалила, пошла сюда. А, понятно. Все, все, я уже немножко разобралась. Это крыло мы с вами исследовали. Пошли дальше. Ну, постоянно какой-то такой звук, как будто вот где-то кто-то бегает. То ли, знаете, на чердаке, то ли еще что-то. Ну, я понимаю, зачем это. Эй, не-не-не. Немножко расстроило то, что картины повторяются. О, а здесь что-то новенькое уже. Могли бы побольше картин сюда. О-о-о. Кого-то раздавило, скорее всего, да? Таракашки. Масло это отлично. Таракашки это не очень отлично, но пускай все бегают. Давайте зажгем. И спрячем. Как бы, вот лампа мне больше нравится. О-о-о, мы что-то нашли. А, ясно. Без-то добра навалом. Но как-то странно, что оно хранится в комодах. Причем комоды все одинаковые. Серьезно. Вот все комоды одинаковые. Табулая. Карты. Карты, понятно. О-о-о. 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 Нам нужен молот. Нам нужен молот, скорее всего, да? Чтобы, 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 чтобы разбить вот эту стену в стену. Хорошо. Когда мы найдем что-то, чем можно защищаться, драться и так далее? Так. Отдел карт пострадал нешуточно так, что здесь книжки. Открывайся, давай. О, зажигалочка. Я могу зажечь, могу не зажигать. Интересно, пока я читаю. Чувак, вставай, вставай, чувак. Все. То есть, продолжение истории той гробницы. Они подняли камень, его как-то туда затянуло, он перевернулся. Я не сильно поняла, что с ним произошло. И он описывает, что он там, и идет на свет. Ну, как бы во всех историях. Субтитры создавал, что он там, и идет на свет. Он что-то там нашел. Он что-то нашел. Странное и очень могущественное. Интересно, интересно. Так, мы здесь не были. Это тоже отдел с картами. Давайте поищем здесь что-то полезное. Скорее всего, здесь ничего полезного нет. А нет, сундучок. Зажигалочки. Все забрать. Но теперь я не понимаю, куда идти. Виолончель и пианино. На фортепиано не похоже. Причем такая какафония. Как мне это разбить? Я могу что-то взять, чтобы долбануть? О! Ломать? Оу! Ах, я молодец. Окей. Что они открывают? У нас появилась записка в дневнике, скорее всего. Так, у меня закончилось масло. Давайте добавим масло. И посветим, посветим, что здесь. То есть я могу достать одну книгу. О! И если я ошибусь, оно остановится. Мне надо открыть вот дверь, насколько я понимаю, да? И открыть ее каким-то вот странным... Нет. Странный механизм должен открывать эту дверь. Давайте сначала найдем все эти штуковины, которые могут активировать эту фиговину. Вообще ничего не понятно. И здесь есть бумажка. Может разбить? О! Таки разбила! Какая я упорная! Это что-то из местного фольклора. Если будет желание на досуге, почитайте. Я не знаю, как это открывать. Так, то есть я нашла здесь книжку. Ну, давай, двигайся. Так. И вот здесь книжку. И все. Я больше не нашла книжек. А! Вот, нашла. Отлично. Отлично. Но здесь еще одна дверь есть, кстати. А, она заперта. Ха-а-а! Тайная комната. Возможно, комната графа. Возможно, комната графа. Тайная. Давайте пооткрываем здесь шкафчики. И лямпочку возьмем. Ничего, ничего, ничего. Ключ! Скорее всего, винный погреб. Оп, 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 оп. Че? Где? У меня есть свет. Не подходи. О, и бумажка. Что-то опасное закрыто в винном погребе. И, как бы, владелец замка надеялся, что они насытятся, насытятся вином и оставят его в покое. Там что-то сзади. Нет, это просто стенка. Да, видимо, в погребе есть что-то интересное, но у нас время подошло к концу. Это уже час игры. Вот такое вот введение на час. И это при том, что я не особо где-то тупила. Ну, давайте я на паузу нажму, чтобы не шло, ничто ко мне не пришло. Что вам сказать? Пока что за целый час ничего страшного я не увидела. Да, страшные звуки туда-сюда. Я еще попробую ночью поиграть в эту игрушку. Действительно, когда будет темно, страшновато и так далее. И когда я не буду отвлекаться на различные штуки и полностью погружусь в нее. Что вам сказать? Игра качественная. В отличие от множества новых хорроров, вот это чувствуется, что она с чувством, с толком, с расстановкой и с любовью к тому, что делали авторы. Мне понравилась. Мне понравилась. Игра достойная. Если вам нравится этот жанр и вы еще не играли в столь старую игру, попробуйте, посмотрите. Я думаю, вам понравится. Достойный представитель своего жанра из того, что я видела, из того, что я смотрела. Играть играбельно. Играбельно, прикольно. Меня больше, знаете, меня больше не развитие истории интересует, а вот накопитель вот этих зажигалок и масла. Я не знаю, этот хомяк во мне просто бушует и рвет и мечет. Я бы все книжки вот эти собрала, что валяются. Если бы можно было почитать, даже бы почитала. История интересная. Что-то есть мистическое. И мне, как любителю мистики и ужастиков, хотелось бы досмотреть историю. Но, скорее всего, я найду какое-то прохождение этой игры и просто посмотрю ее как хороший сериал. Кого-то с приятным голосом. Вот, чтобы было приятно смотреть, как сериальчик, как вот... Или какой-то фильм полнометражный. Не думаю, что игра достаточно длинная. Ну что ж, на этом все. Проходить ее ни на запись, ни на стрим я, скорее всего, не буду. Не знаю, это не то, что бы стоило играть вместе со зрителями. На этом все. Это была рубрика по списку. И с вами была Флешка. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok